Девушки отдыхают 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 Дар и престольным праздником этого святого храма. Как только засеял благодатный свет от живоносного гроба Христа Спасителя по всему лицу земли раздался голос о воскресшем Христе, победителем смерти и ада. 18 декабря митрополит Одесский Измаильский Агафангел прибыл в город Болград. У храма в честь святителя Николая архипастыря хлебом с солью встретила благодарное паство. В этот день Болградский храм отметил 150-летие со дня основания, 140-летие со дня освящения и десятилетие со дня своего возрождения после эпохи безбожных властей. Правящий архиерея Одесской епархии прибыл в Свято-Николаевский храм Болграда, чтобы разделить молитвенную радость праздника. 18 декабря исполнилось 10 лет со дня возрождения этого духовного маяка на благословенной земле Придунавья. Храм также отметил еще два юбилея. 10 лет со времени своего основания и 140 лет со дня освящения. Полтора века назад православная община, состоявшая в основном из болгар-переселенцев, заложила фундамент церковного здания. Понадобились годы, чтобы собрать средства и возвести стены, купола, расписать интерьер, приобрести иконы и церковную утварь. Строительство взяли на себя сами прихожане. Спустя 10 лет, в 1881 году, храм осветили. Архитектура здания тогда, как и сейчас, несла печать высокого мастерства. В ней воплотилась благодарность болгар. Первоначальный облик здания дошел до нашего времени без существенных изменений. При советской власти в 1953 году здания пустошили. Библиотеки уничтожили, колокола сняли, маковку обезглавили. Помещения храма стали складом горторга. Еще через 30 лет здания вовсе забросили. И тогда городская интеллигенция начала борьбу за восстановление храма и возвращение его в лоно церкви. В 2011 году митрополит одесский измаильский Агафангел осветил возрожденный соборный храм, который, благодаря трудам клира и паствы, удивляет благолепием не менее, чем в свои первые времена. За богослужением 18 декабря во время евангельского чтения звучали слова «Придите ко мне все те, кто трудится и обременен, и я дам вам покой». Какие жизнеутвердающие слова! И правда, ведь нам так не хватает мира, тишины и того самого покоя, который нам предлагает Христос. Весь мир охвачен бесконечными трудами и хлопотами, и многие люди под покоем понимают либо какой-то временный отдых, либо богатство, счастье, или даже саму смерть. Но на самом деле истина то, что отдых заканчивается и превращается в рутину, богатые тоже плачут, счастье относительно, а смерть страшна. И что же тогда этот покой, и как нам его достичь? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо запомнить важные слова Господа. «Я дам вам покой» всем тем, кто, во-первых, трудится и обременен, и, во-вторых, приходит к нему. Красота, величие, благодать Божия! Ожили стены этого храма вновь, помазанные святым миром. Возвратилась полноте благодать Божия! И мы можем сказать словами апостола Петра в день пятидесятницы, всяких, кто приходит в этот дом Божий, спасется, спасет свою душу, обращает Господа и получит благословение. Митрополит Агафангел с трепетом и любовью относится ко всем верующим Одесской епархии. За много лет сформировалась добрая традиция. Владыка Агафангел ежегодно 19 декабря в день святителя и чудотворца Николая приезжает в город Измаил с архипастерским визитом. День святителя Николая, архиепископа Мерликийского, чудотворца, это день, который с нетерпением ожидает все, в особенности дети. Это большой праздник, ведь святого Николая любят и почитают во всем христианском мире. Накануне этого праздничного дня митрополит Агафангел прибыл на юг Одесской епархии с архипастерским визитом и возглавил вечернее богослужение, а затем праздничную божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре. Удивляющий своей красотой Свято-Николаевский монастырь в Измаиле расположен на очень живописном месте. Обитель находится на берегу реки Дунай и обладает достойной историей. Верующие и молящиеся в этом монастыре благодарят Бога за возможность видеть божественную красоту. С праздником Святого Николая Чудотворца связано много народных традиций. По одной из них ежегодный подарок в этот день Святого Николая получают только послушные дети, а тем, кто баловался, достаются розги. Однако окно те в последние годы часто стали забывать, и остались только пряники, которые кладут под подушку или в специальный носок. Этот обычай связан с рассказом об одном из добрых поступков, совершенных Святителем Николаем при жизни. Однажды, будучи святой, послушал разговор, в котором отец трех девочек-подростков сетовал на то, что из-за крайней нищеты он не может обеспечить их преданное. Поэтому девочек ждет позор и бесчестие, ведь выйти замуж они не смогут. Николай решил анонимно помочь девицам. Ночью он бросил в дымоход кошелек с золотом, который приземлился прямо в чулок, висевший у печки для просушки. Множеством добрых поступков наполнено житие Святителя Николая. Откликается оно и сегодня на просьбы о молитвенной помощи тех, кто попал в сложные жизненные обстоятельства. Я даром Святителя Николая называют пасхальным святым. И в его дни всегда собирается множество народов, которые приходят с большой любовью, благодарности, восславить, поблагодарить, попросить благословения, помощи Божьей. И сегодня действительно пасхальный день Господь прослал. Солнце сияет на злые и благие, и радость небеса, и земля торжествует. В декабре месяце, когда снежные ловины, а это милость Божия и свидетельство. В праздничный день сердца прихожан наполнены благодарностью Святителю Николаю. А дети, переполненные ожиданием и радостью, не могут уснуть накануне, веря, что к ним обязательно придет дивный святитель, сеющий добро и приносящий подарки, невзирая на их ошибки и шалости. В рамках архипастерского визита на юг Одесской епархии митрополит Одесский Измаильский Агафангел посетил Болградскую специальную общеобразовательную школу-интернат с дошкольными группами коррекционного и реабилитационного направления, где поздравил воспитанников с Днем Святого Николая Чудотворца. В школе-интернате обучаются и проживают более 70 детей с проблемами слуха и речи в возрасте от 3 до 19 лет. Высокопреосвященнейший Владыка сердечно поздравил присутствующих и вручил подарки от Одесской митрополии – большой телевизор, сладости, игрушки и развивающие конструкторы. Прожите сердечно вас поздравить с праздником Святителя Христового Николая, заботливого Святителя о детях, о всех, кто нуждается в помощи, доброму человеческому счастливому взгляде. Святитель Николая – это великий подвижник, который любит детей, любит одиноких, дом, сирот. И мы под нашей доброй традицией от Украинской Православной Церкви сегодня, совершая богослужение Святого Николаевского Собора Белграда, молились о каждом из вас. Мы принесли вам сегодня подарки как дар нашей любви каждому из вас. Прежде всего, огромное большое телевизор Сарсук, который необходим всем вам для разработки различных программ. Прежде всего, там сладости, кофе и другие, которые вам вручат здесь. Очень рады, что сегодня, в сегодняшний день, к нам завитали такие высокие и почетные гости. От имени всех детей, от имени всего нашего дружного коллектива, позвольте вам пожелать здоровья, всего хорошего, долгих лет жизни, чтобы на радость всем вы были и молодцы. Очень уважаем. А сейчас наши дети хотят поздравить всех присутствующих и в первую очередь вас с наступающим великим праздником Днем Святого Миколая. Святи Отче Миколай, маю хату, не мінай, подару мені почиху і торби неповно сміху, і здоровья для родини, кращу долю для країни. Я тебе благаю, пошли щастя і святлу долю в українському краю, щоб дідуці, бабусі, щоб були здорові, татусі, матусі, щоб жили в любові. Є на світі моя країна, де червона, цвіт, де калина, гори, ріки, поломіна, це моя Україна. В Одесі прошла вторая сесія трехдневного пастерського форума. Впервые організованного Одесской епархією Украинской Православной Церкви. Первая сессія форума состоялась с 8 по 10 декабря. На нее собрались около ста участников. На второй сессії в Одессі встретились священнослужители Белгороднестровского, Беляевского, Измаильского и Ренийского благочиней, которым руководители епархиальных отделів презентовали наработки во всех сферах церковной миссії в современных условиях. В нашей программе мы уже рассказывали о важной инициативе Одесской епархії по проведению пастерського форума. Сегодня у нас есть возможность показать, как проходило обучение на нем. Встреча с правящим архиереем, лекции и практические занятия, посвященные актуальным вопросам жизнедеятельности приходов, экскурсии и поощрительные призы ожидали священнослужителей на открывшемся новом проекте Одесской епархії трехдневном пастерском форуме, организованной по благословению высокопреосвященнического агафангела, митрополиту Одесского и Измаильского 15 декабря форум собрал священнослужителей на вторую сессию. Начинается мероприятие заездом священников на территорию гостиницы Свято-Успенского Одесского патриаршего мужского монастыря. После чего участники форума собираются в актовом зале для встречи с архипастором Одесской епархии, где владыка говорит напутственные слова, с которых и начинается обучение присутствующих здесь духовных лиц. Наш современный сайт перед нами непростые вопросы и задачи, что мы стараемся совместно осмыслить несомненно, свидетельствует о внутреннем динамическом движении всей церковной жизни нашей Одесской митрополии. Постановка этих вопросов свидетельствует о нашем общем желании решать проблемы и отвечать на вопросы, которые волнуют наше общество, наш народ и, конечно, верующих в нашу Украинскую православную церковь. Первый день работы форума внимания у священнослужителей были предложены лекции о богослужебном укладе и пастырской этике, деловодстве и распроденции, миссионерском служении и пархиальной коммуникации. Есть такие моменты, которые я бы хотел просто с вами обсудить, они касаются нашего сегодняшнего бытия в условиях современных и нужно просто быть на чеку, просто нужно понимать вот это дуновение сегодняшнего веяния, чтобы просто быть... Второй день представители ипархиальных отделов Одесской митрополии провели практические занятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В завершении форума все участники собрались в актовом зале Одесской духовной семинарии. Здесь организаторы подвели итоги работы форума, вручили присутствующим новое удостоверение священнослужителей Одесской епархии Украинской православной церкви и провели розыгрыш подарков для участников форума. Я хочу поблагодарить владыку митрополита Альгафангела за его отеческую любовь к нам всем, потому что то, что происходило эти два дня, это действительно прекрасное событие, проявление той любви, в которой чувствуется все. Сегодняшний форум учит нас проповедовать современному человеку, именно современному человеку. Потому что вот пробовать апостола Павла была пробовать очень современной. Образованный же человек, да? Апостол. Он говорил на языке своих современников. И вот сегодняшний форум учит нас говорить современному человеку в тех формах, которые понятны в современном обществе. Это прорыв. Я думаю, все благодарны тому, что Господь был наследован служить именно в Одесской епархии, подначально мудрый Кяков Ангела. Вот в этом Одесской епархии впереди планеты всех. Спасибо Господи за добрый день, у нас в Украине. Организаторы трехдневного пастырского форума в Одесской епархии подчеркивают, что долг каждого пастыря сегодня быть не только достойным высокого звания священнослужителя, но и быть компетентным в вопросах, касающихся всех сторон жизни прихода. 20 декабря в Большом зале Андреевского подворья состоялся музыкальный вечер памяти народной артистки, профессора, многолетней заведующей кафедры Одесской консерватории Галины Анатольевны Поливановой. Событие по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела было организовано благодаря поддержке Одесской епархии Украинской Православной Церкви. В концерте, организованном при поддержке Одесской епархии и посвященном памяти выдающегося музыкального педагога, певицы, заслуженной и народной артистки Украины Галины Поливановой, приняли участие коллеги и множество ее учеников, прозвучали самые искренние и теплые слова о настоящем мастере своего дела, о человеке большой светлой души. Мы сегодня совершаем День памяти поистине великого человека Галины Анатольевны Поливановой, которая в течение долгих лет и долгих десятилетий была верным другом, настоящим мостиком между Одесской музыкальной академией и Одесской духовной семинарией, Одесской епархии была настоящим другом, была и есть, потому что мы знаем, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы. На сцене Андрейского подворья выступили народные и заслуженные артисты, солисты оперных театров Украины Василий Навродский, Татьяна Спасская, Татьяна Анисимова, Лариса Зуенко, Виктор Шевченко, Денис Данил Богачев, Павел Смирнов, Анна Богач, Игорь Парада и другие. Прозвучали любимые мелодии Галины Анатольевны Поливановой и те, что сейчас называют мировыми музыкальными хитами. Куда, куда, куда вы удавились весны моей золотые дыры? Выступил также протодиакон Илья Маркев, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора, воспитанник Галины Поливановой, который исполнил музыкальную композицию «Христос воскрес». Песня «Христос воскрес» ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Финалом концерта стала многоголосая молитва в исполнении всех выступающих солистов оперной сцены об упокоении души светлого, доброго, талантливого человека. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В идее зала слушатели с трудом скрывали переполнявшие их эмоции. Сегодняшний вечер памяти – это не только дань памяти замечательному человеку и выдающемуся профессору. Это потрясающий предрождественский подарок всем одесситам. Потому что в концерте приняли участие такие ученики, Галины Поливановой, которых знает весь мир. Упокой, Господи, ее светлую душу. И спасибо всем ученикам, каждому, кто сегодня сказал доброе слово. Мы с ней были знакомы лично, и мы все студенты ее очень любили. Несмотря на большую разницу в возрасте, большую градацию, она была для нас очень близким человеком, и мы всегда могли по любому вопросу к ней обратиться. Вот как наравне были. И сейчас этот концерт – это память о ней. Мы все пришли, очень много нас студентов, поприходили в память вспомнить ее, послушать ее выпускников, студентов, которые выпустились. Это Илья Маркев, Даша Шевченко, Зуенко. Мне очень понравился этот концерт, это были большие эмоции от него у меня. И я надеюсь, что такие концерты будут и дальше. Вечер прекрасный, замечательный. Спасибо организаторам, спасибо исполнителям. Было очень профессионально, очень душевно. И Галина Анатольевна, я думаю, она, душа ее слышала. Это, что мы о ней говорили, что исполняли ее ученики. Вот, уже ныне заслуженные артисты, народные артисты, артисты театра оперы и балета. Это замечательно. Мы очень много общались с ней, много, на разные темы, не только на тему искусства, музыки. И так она была наставником и в жизни, понимаете, как близкий и такой, знаете, дорогой человек. Сегодня вы слушали концерт счастливых людей. Потому что эти люди все, я не являюсь учеником Галины Анатольевны, но мы дружили около 50 лет. Нас связывала большая творческая дружба, совместная работа. Я очень любил эту удающуюся женщину. И вот сегодня был концерт людей счастливых, счастливых тем, что они знали Галины Анатольевны, любили ее, жили в одно время с ней. И я очень счастлив, что я принимал участие в этом концерте. Я надеюсь, что люди, которые пришли на наш концерт, спасибо им, получили удовольствие. Спаситель мира совокупил все частные свои заповедания в две главные общие заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сияй с первой и наибольшей заповедь. Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Невозможно возлюбить Бога по учению Иоанна Богослова, не возлюбив прежде ближнего. Любовь же к ближнему заключается в исполнении относительно него заповедей Господа. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, чтобы выполнить эту заповедь, не гневайся и не держи злобу на ближнего. Не позволяй себе говорить ему никаких укорительных, бранных, насмешливых, колких слов. Сохраняй с ним мир по возможности своей. Во всем, в чем можно уступить ему, уступай. Отучись от прикословия и спора, отвергни их, как знамение гордыни и самолюбия. Мы знаем, как, сколько и с какой полнотой, и постараемся исполнить. И тогда, освободившись от порабощения, от рабства самим себе, тогда мы увидим, как широко наше сердце, как сильно и как многих мы можем любить, и как мы можем начать любить Бога, истина, всем нашим умом, всем нашим сердцем, всей нашей силой любви. На этом сегодня мы завершаем программу. Напомним, что по церковному календарю в ближайшие дни Церковь чтит. Четверг, 30 декабря. Память пророка Даниила и трех отроков. Она, Неазария и Мессаила. Воскресенье, 2 января, Неделя Святых Отец и память праведного Иоанна Кронштадтского. А 1 января, Гражданское новолетие. Поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем в эти предрождественские дни тепла и света вашему сердцу и вашему дому. До встречи в новом 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok